Новый сорт пшеницы вывели казахстанские селекционеры. Он устойчив к болезням и засухе, а также прошел государственную проверку. Новый вид получил название таймаз. Сейчас ученые подошли к заключительному этапу исследований. Это размножение зерна, после чего его передадут фермерам. В Казахстане сейчас проходит дифферсификация земледелия. Из-за дефицита поливной воды фермеров просят высаживать культуры, устойчивые к засухе. Представители научно-производственного центра зернового хозяйства говорят, что как раз таки в этой ситуации их деятельность актуализируется. За все время существования в научно-производственном центре зернового хозяйства создали больше 30 сортов зерновых культур. Большинство из них активно используются фермерами. Самая популярная на сегодня – это шартандинская пшеница. Ей по всему Казахстану засеяно больше миллиона гектаров полей. После того, как новый сорт проходит государственную проверку, мы приступаем к его размножению. Увеличиваем объем зерен от одной до нескольких тонн, чтобы затем передать их для массового посева. На это требуется 2-3 года. А еще вывозим пшеницу на различные выставки. Так ее и популяризируем. Скорее всего, на рынке новый сорт появится осенью этого года. Сейчас говорят, что надо сеять больше бобовых, надо сеять больше масличных, надо сеять травы. Вот это основная наша работа как раз и получается. Наши сорта должны войти именно в эту диверсификацию. Потому что для наших условий мы выводим именно те сорта, которые уже менее подвержены засухе, у них более короткий вегетационный период, у них, если даже и небольшой, но стабильный урожай. Продолжение следует... За воспрепятствование законной предпринимательской деятельности предлагается размер штрафа, предусмотренного статьей Кодекса Кыргызстана о правонарушениях, и увеличить с 10 до 15 тысяч сомов. Вместе с тем, для защиты предпринимателей от необоснованного применения меры пресечения в виде заключения под стражу законопроекта, предлагается применять в отношении предпринимателей альтернативные меры пресечения. Это электронное наблюдение, залог или домашний арест, предусмотренные уголовно-процессуальным кодексом. Основа развития любого государства – это, в первую очередь, привлечение инвестиционного капитала, инвестиций, инвесторов и создание условий для них. И вот в этом отношении, как мы видим, ряд законов, также ряд указов президента с самого первого начала, как президент был избран, они на сегодняшний день работают и функционируют. Сейчас президент говорит, я сам гарант, пожалуйста, привлекайте инвестиции в наше государство, и соответствующие есть документы необходимые, указы президента. Также есть соответствующие, сейчас будут внесены изменения в кодекс о правонарушениях, уголовный кодекс, уголовно-процессуальный кодекс, которые в дальнейшем дадут возможность спокойно, благоприятно развиваться инвестиционному климату, инвестиционному бизнесу, инвесторам и предпринимателям, которые будут работать на территории Крымской Республики. Мы давно предлагали, давайте будем привлекать уже к ответственности за неправомерное воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Мы посмотрели международную практику соседних стран, стран СНГ и других, и аналогичные статьи присутствуют. В некоторых республиках даже целые разделы в уголовном кодексе есть, посвященные защите прав предпринимателей. Поэтому мы совместно с администрацией президента долго думали, с Министерством экономики, и вот к такому мнению пришли. Надеемся, что этот законопроект пройдет, в скорейшем порядке вступит в силу, и предприниматели получат дополнительную защиту от неправомерных действий госорганов. Плюс мы надеемся, что это даст дополнительную рекламу для нашего инвестиционного климата, чтобы это в международных новостях вышло, что в Кыргызстане дополнительно ввели отдельную статью в уголовный кодекс для защиты прав предпринимателей. Тысячи бездомных выгоняют с улиц Парижа в преддверии Олимпийских игр. За последний год из столицы Франции и ее окрестностей выдворили больше 12,5 тысяч человек, среди которых просители убежищ и наркоманы, сообщает «Гордян». По данным общественных организаций, полиция вычищает заброшенные здания, убирает с улиц палатки, в которых спят бездомные, и увозит их в другие районы страны. Но власти города утверждают, что проблема заключается в числе бездомных и живущих на улицах Парижа, а не в предстоящих Олимпийских играх. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова